Служебные помещения узлов фельдъегерской почтовой связи сейчас напоминают горячий цех. Объем обрабатываемой корреспонденции вырос в несколько раз и персоналу значительно прибавилось работы. Для оперативной и слаженной обработки почтовых отправлений рабочие места автоматизированы, а также оборудованы средствами механизации связи. Все почтовые отправления обрабатываются и хранятся в сухих проветриваемых помещениях, обеспечивающих их сохранность. Линия коммуникации работает в оба направления. Военнослужащие на передовой получают долгожданную весточку из дома от родственников, бойцы же в обратную сторону, с фронта. Нередко участники СВО получают письма и от учеников Школы России. Кое-то такие, бывает даже очень грустно и слезы наворачиваются прямо хорошо так. Также вот в этом письме подарили такую вот игрушку нам, она останется всегда со мной, будет всегда под сердцем рядом. Помощь с тыла, это одно из самых приятных, потому что это как глоток свежего воздуха в таких обстоятельствах. Вы для нас герои, возвращайтесь, мы вас ждем. На передовой давно оценили налаженную линию коммуникации. Подразделения обеспечены конвертами и письменными принадлежностями. Написанное солдатом или офицером письмо передается воинскому почтальону. Он проверяет правильность написания адресата и передает послание в подразделение ФПС, которое в свою очередь доставляет его до почтового отделения для дальнейшей отправки по каналам Почты России. Начальник отделения планирования предназначения подготовки и учета мобилизационных ресурсов Александр Сивченко напомнил о правилах отправки писем для граждан. Сделать это можно, написав на конверте Москва-400, индекс 103-400 и указав воинскую часть, где проходит воинскую службу военнослужащий в ближайшем отделении Почты России. Более подробную информацию можно узнать по горячим линиям и на информационных ресурсах Министерства обороны России, а также обратиться напрямую в военный комиссариат по месту жительства. Анастасия Колесникова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.